Следует сказать, что процесс физического проектирования является, может быть, не только, ну или не столько, процессом преобразования логических схем и данных в физическую схему для конкретной СУБД, сколько неким процессом принятия консенсусного решения по соответствию выполнению требований предметной области и обеспечению определенной производительности в рамках заданных вычислительных ресурсов. Понятно, что в зависимости от выбранных способов хранения, разбиения данных, выбранного набора индексов и ограничений целостности, мы можем получить разную производительность и тем самым обеспечить разное быстродействие системы для пользователей. В этом смысле процесс физического проектирования сводится в том числе к тому, что мы должны обеспечить, с одной стороны, выполнение требований предметной области, которые уже сформированы в виде логической схемы данных на заданном наборе вычислительных мощностей. И поэтому мы говорим о таких характеристиках, которыми должна соответствовать наша полученная база данных таким характеристикам производительности, как пропускная способность, то есть это среднее время или среднее количество операций, которые можно выполнить с нашей базы данных в единицу времени, время ответа, опять же некая усредненная характеристика, которая показывает среднюю задержку при выполнении каких-то операций. И какие же, собственно, ресурсы вычислительные необходимы для того, чтобы этих характеристик достичь. Ну, в первую очередь, это, конечно, ресурсы процессора, это ресурсы памяти и дисковые ресурсы, да, то есть в данном случае важным и одним из частно наиболее важных является производительность дисковой подсистемы, то, каким образом она организована и как она используется, как используется кэширование и так далее. Много здесь вопросов и большинство из них как раз в рамках физического проектирования должно быть разрешено. То есть мы должны спроецировать и понять оценки по количеству данных предметной области и дать оценку по производительности системы в зависимости от того количества записей, которые планируют сохраниться в таблицах, от того планируемого потока операций, которые должна обрабатывать наша база данных, мы должны либо выдать требования к ресурсам, которые для выполнения этих характеристик должны быть использованы, либо объяснить, что где-то необходимо требования менять для того, чтобы мы влезали в какие-то ресурсы. То есть в данном случае мы решаем задачу, ну в каком-то смысле задачу оптимизации с несколькими факторами. Вот так мы коротко немножко поговорили о процессе физического проектирования. На самом деле это некоторое своего рода искусство. И здесь важен опыт использования и знания возможностей конкретной СУБД для того, чтобы логическую схему, которая в рамках какой-либо модели данных не зависит от СУБД, можно было эффективно реализовать в какой-то конкретной базе данных. Продолжение следует...